Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей в студии Инга Габеша. И в начале коротко о некоторых темах выпуска. Быть готовыми к любым капризам погоды. Такую задачу поставил губернатор перед главами муниципалитетов и районов края. В Лао решен вопрос с канализованием. Тысячи домов в точку поставили на совещании при главе города. В Сочи привезли вакцину от гриппа. Пока только для взрослых. Уже сегодня она поступила во все поликлиники. Сочинка Анастасия Ячевская завоевала бронзу этапа Кубка мира по самбо. В нем приняли участие действующие чемпионы крупнейших турниров. Во время рабочей поездки в Москву Вениамин Кондратьев и глава компании «Газпром» Алексей Миллер обсудили развитие системы газоснабжения на Кубани. Планируется, что до 2021 года в Краснодарском крае газифицируют 132 населенных пункта. Корпорация собирается построить около 80 километров магистральных газопроводов и 4 газораспределительные станции. Всего на реализацию программы по обеспечению голубым топливом жилых и промышленных объектов в крае предусмотрено почти 10 миллиардов рублей. Как из бюджетных, так и внебюджетных источников. Быть готовыми к любым капризам погоды. Такую задачу поставил Вениамин Кондратьев перед главами городов и районов края. Губернатор провел заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям в режиме видеоселектора. Погода каждый день преподносит сюрпризы от аномальной жары до ливня и смерчи на побережье, отметил глава региона. Поэтому экстренные службы должны находиться в режиме полной готовности и вести круглосуточный мониторинг ситуации. Сюрпризы погоды могут быть абсолютно разные. Давайте готовиться к противопожарным всем мероприятиям, к противопаводковым мероприятиям. Давайте готовиться в случае, если смерч выйдет из моря на сушу. Ко всем проявлениям сегодня погоды мы должны быть готовы. Каждый из вас знает, что делать. Отработано все должно быть, как часы работать, но тем не менее. Еще раз проверьте все. Соберите своих всех помощников и еще раз подчеркиваю, вот здесь нельзя недооценивать ситуации. Они разные. Поэтому, ну а мы должны быть к ним всегда готовы. По прогнозам, жаркая и ветреная погода продержится всю следующую неделю. Суд обязал предприятие «Сочи-Водоканал» заплатить за очистку стоков на адлерских очистных сооружениях. Такое решение арбитражный суд Краснодарского края вынес накануне. Исковое заявление было подано муниципальным предприятиям «Водоканал». МУП «Водоканал» приступил к эксплуатации адлерских очистных с 1 ноября 2016 года. Это единственные очистные на территории района. Именно их ООО «Сочи-Водоканал» отказался брать в эксплуатацию в 2014 году, требуя от государства средства на их доведение до ума. Фактически, сообщает администрация города, МУП «Водоканал» сегодня является единственной организацией на территории адлерского района, которая имеет право принимать и очищать стоки. При этом все это время ООО «Сочи-Водоканал» выставлял жителям района платежки на оказание данной услуги. Почти год МУП пытается обязать коммерческое предприятие заключить договор на оплату очистки стоков из адлерского района. При этом стоки на очистные от абонентов «Сочи-Водоканала» регулярно поступают. Начиная с 1 ноября общий объем неоплаченных стоков составил приблизительно 6 миллионов кубометров. В денежном выражении это 140 миллионов рублей. В итоге МУП обратился в суд. Там и были назначены обеспечительные меры в виде ареста денежных средств «Сочи-Водоканала», а также его движимого и недвижимого имущества. Вопросы канализования Большого Сочи поэтапно решаются в ежедневном режиме. Только с начала года районные мониторинговые группы обследовали почти 4,5 тысячи объектов. 340 абонентов, которые после неоднократных предписаний не устранили нарушения, отключили от водоснабжения. Но зачастую проблемы возникают из-за снабжающих предприятий, которые в погоне за прибылью зарабатывают на продаже воды, но не несут ответственности за отведение канализационных стоков. Один из таких примеров – спор между санаторием Магадана и обществом с ограниченной ответственностью ВИК. На сегодняшний день на территории Паспекровой НЛО есть два хозяйствующих субъекта, которые осуществляют канализирование данной территории. Это ООО «Пансионат Магадан» и ООО «ВИК». ООО «ВИК» является транспортером. Пансионат Магадан принимает и очищает сточные воды. Между ними происходил давнишний конфликт экономический. Никак не могли согласовать установку прибора учета и точку его установки. Все эти мероприятия, которые глава предусмотрела, они все будут исполнены. Если ранее предприятие ВИК направляло стоки на очистные и оплачивало постоянную сумму по договору, то новое руководство санатория справедливо потребовало установить счетчики, ведь летом объемы значительно возрастают. Соответственно, для их переработки необходимо больше мощностей. Но ВИК затягивал с установкой приборов учета. В итоге в ЛОО без канализования могли остаться тысячи домов. Накануне на совещании при главе города в споре была поставлена окончательная точка. Анатолий Пахомов дал поручение разрешить ситуацию в кратчайшие сроки. Все заинтересованные стороны встретились на локальных очистных сооружениях пансионата «Магадан», где проводились работы по установке приборов учета. На сегодняшний день решением комиссии было принято решение о том, чтобы ВИК поставил себе приборы учета. На данный момент ведутся работы, уже новый прибор учета устанавливается. Я думаю, сегодня наш спор разрешится. Мы сегодня определились и по поручению Анатолия Николаевича Пахомова мы сегодня находимся здесь для устранения вопросов, которые раньше возникли. И я думаю, в дальнейшем мы будем сотрудничать. Канализационная сеть и очистные сооружения санатория «Магадан» рассчитаны на очистку 2400 кубических метров стоков в сутки. В администрации ЛОО уверены, что в ближайшее время вопрос канализования и чистоты воды вдоль побережья в ЛОО будет разрешен. А работа по борьбе с неочищенными стоками в Большом Сочи будет проводиться до тех пор, пока все объекты не будут либо подключены к централизованной системе канализования, либо их владельцами будут установлены лосы. При этом локальные очистные должны надлежащим образом обслуживаться и регулярно очищаться. Татьяна Говоркова, телекомпания «ФКТ». Современные технологии будут впервые использованы на выборах. 10 сентября сочинцы проголосуют за депутатов законодательного собрания 6-го созыва. При подчете голосов избирателей официальные протоколы будут составлены с использованием технологии QR-кодов. Это двумерный штрих-код, позволяющий сохранять информацию и считывать ее с помощью специальной программы. Технология не нова, она уже давно используется в мире в платежных системах, торговле и логистике. Тем не менее, использование QR-кода на выборах ранее не практиковалось, хотя эта система – лучшая защита информации об итогах подчета голосов избирателей на участках. Сейчас члены участковых избирательных комиссий проходят обучение. Они будут выполнять обязанности операторов по применению технологии QR-кодирования. Специальное программное обеспечение, разработанное Центральной избирательной комиссией России, уже изучили порядка 300 человек. Всего планируют привлечь 400. Технология довольно проста. Ее можно освоить за один четырехчасовой курс. Использование QR-кода поможет при подчете голосовой обработке бюллетеней. Технология с машиночитаемым кодом применяется в городе Сочи и в Краснодарском крае впервые на выборах депутатов Законодательного собрания Краснодарского края. На избирательных участках города Сочи данная технология будет применяться на 202 избирательных участках. То есть на всех избирательных участках, численность избирателей которых – более 300 избирателей. Не будет данная технология применяться на 10 избирательных участках, где установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней. Сформированный с использованием специализированного программного обеспечения протокол позволит избежать ошибок и исключить распространение обычных бумажных копий. Все сведения поступают в систему «Газвыборы». Она не связана с интернетом и исключает хакерские атаки. В сеть выводятся только итоги голосования. Их размещает Краевая избирательная комиссия. Сочинцы накануне вместе со всей страной отметили День российского флага. Он празднуется ежегодно 22 августа, начиная с 1994 года. А официально триколор флагом страны был утвержден в 1991 году. Площадь Южного Мола накануне разукрасилась в яркие цвета – белый, синий и красный – цвета главного символа нашей страны – флага. Площадь украсили многочисленные полотнища в цветах триколора и воздушные шары. Сюда вечером пришли сотни горожан, чтобы всем вместе отметить важный для каждого патриота праздник – День российского флага. Сочинцев и гостей курорта поприветствовал глава города Анатолий Пахомов. Под этим флагом наш город подарил миру великий праздник спорта – зимние олимпийские и паралимпийские игры. Под этим флагом мы делаем новые уверенные шаги вперед, строим достойное будущее для нашего города, нашего края. Уже по традиции во время празднования главных государственных праздников Анатолий Пахомов самым активным юным сочинцем прямо на сцене вручает паспорта гражданина Российской Федерации – главный документ в жизни каждого россиянина. Когда ты гражданин, это в первую очередь ответственность за свою страну. Ну а так надо учиться хорошо, заниматься спортом и все будет хорошо. Радость, счастье. Я даже не ожидала, что я буду получать паспорт от мэра. Символ нашего отечества – флаг, объединяет в России всех вне зависимости от веры и национальности. Это символ единства. На городском празднике звучали патриотические песни. Свои работы представили народные умельцы курорта, здесь же на специализированной ярмарке. Ольга Десятого, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ. В Сочи сегодня открылся 23-й социально-педагогический фестиваль образования. Первое мероприятие в его рамках для педагогов-психологов. В седьмой школе для них прошел семинар по теме клиническая характерология в педагогической психологии. Название сложное, а суть проста – как найти подход к каждому ребенку. 145 человек – все педагоги-психологи, работающие в школах, гимназиях, лицеях, детских садах и центрах дополнительного образования. Для каждого из них узнать новую информацию в области детской и подростковой психологии крайне важно. Тем более, что в современном мире приходится сталкиваться с новыми вызовами, где помощь психологов просто необходима. Мы можем вспомнить ту массовую истерию с суицидами, недавнешнюю, прошедшую. Мы можем вспомнить нарушения поведения у детей, которые очень часто формируются именно в начале подросткового возраста. И мы как педагоги-психологи очень часто не можем определить, вообще из каких, например, предпосылок происходит это нарушение поведения. Из-за воспитания родителей, например, или из каких-то клинических моментов, непосредственно возникающих, например, из-за наследственности. Правильная диагностика – первый шаг к успешному решению проблемы. Второй – дальнейшее распределение проблемных детей по нужным направлениям. К психотерапевту, к медицинскому психологу просто на коррекцию в школе или к социальным педагогам. А в Сочи, где количество семей выросло на 200 тысяч, причем из абсолютно разных регионов России, где и менталитет разный, требует и от психологов другого подхода в работе. Всегда есть проблемы в любом переезде для любой фактической семьи. И поэтому мы сегодня особое внимание уделяем именно психологическому климату в наших семьях, в наших образовательных учреждениях. Потому что нам важна ранняя диагностика социального неблагополучия, ее четкое диагностирование, ее работа с социальным неблагополучием, работа на упреждение, на профилактику. Медицинский психолог Николай Катиленков из Смоленска считает, что с классической точки зрения психологии как науки не существует. Здесь есть свои личные наработанные методики и теоретические разработки, которыми он и решил поделиться с сочинскими педагогами-психологами. Возможно, такой цикл лекций нам необходим для специалистов, может быть, не единожды, а как курс, потому что эти знания нам очень помогут в работе. И общество от этого только выиграет. В рамках фестиваля «Образование-2017» для сочинских преподавателей запланирована целая серия семинаров. В том числе и на тему психокоррекции тревожности учащихся и родителей в период подготовки к государственной итоговой аттестации. Елена Овсецина, Дмитрий Даниловский, телекомпания «ФКТ». В Сочи прибыла вакцина от гриппа. Горожане уже в ближайшее время смогут сделать прививки. В целом до конца августа в российские города будет поставлено более 2 миллионов доз. Сегодня первую партию вакцины для взрослых. Это 76 850 доз распределили по всем поликлиникам Сочи под руководством главного эпидемиолога курорта. Вакцина прибыла на курорт из краевой столицы. Медики 9 лечебно-профилактических учреждений, которые занимаются вакцинацией взрослого населения, забирали препарат, что называется «Сколес». В аптеке горбольницы номер 9 «Савигрип» хранится в специальных холодильниках. В настоящее время температура 5 градусов, то есть температурный режим соблюдается. Привезли вакцину сегодня в 7.30 и уже в 7.30 стали подъезжать машины с наших лечебно-профилактических учреждений. То, что температурный режим соблюдался на протяжении всего пути, можно судить по терморегулятору, который сопровождает ценный груз. Необходимая температура поддерживается и в сумках-холодильниках, в которых и транспортировали сегодня вакцину в сочинские поликлиники. Почему мы стараемся так побыстрее? Чтобы соблюдать холодовую цепь, чтобы вакцина всегда хранилась при температуре от плюс 2 до плюс 8 градусов. То есть она пришла к нам в охлаждаемом транспорте, где соблюдалась температура. Наша аптека вскрыла контейнеры, увидела, что термоиндикаторы сработали так, как полагается. Мы постараемся начинать свою привычную кампанию пораньше, то, что мы и делаем. Значит, конец августа, сентябрь, октябрь, ноябрь постараемся до декабря привить всех людей, чтобы не было у нас эпидемий. Я могу сказать прямо эпидемий. Повышенная заболеваемость гриппом и ОРВИ, судя по прошлому году, начинается уже в декабре. Поэтому уже через неделю город получит вторую партию взрослой вакцины. Следом за ней в город прибудет вакцина детская. Это будет Гриппол или Гриппол плюс, говорят медики. Соответственно, прививочная кампания для дошколят и школьников начнется уже в сентябре. В плане эпидемиологов привить 45% взрослого населения и 95% детского. Лишь в таком случае, подчеркивают специалисты, вероятность предотвратить активное распространение гриппа увеличивается в разы. Сочинка Анастасия Ячевская завоевала бронзу. Это покупка мира по самбо на международном турнире «Мемориал Михаила Бурдякова». Соревнования сейчас завершаются в городе Кстово Нижегородской области. В престижном турнире приняли участие 15 государств, в том числе Великобритания, Кипр, Германия, Франция. Состязались действующие чемпионы и призеры крупнейших турниров. Так что бронзовая медаль Сочинки с золотым отливом. Для всех самбистов это важный старт, который является этапом подготовки к чемпионату и первенству мира. Анастасия Ячевская является мастером спорта России и представляет спорт общества «Динамо». Работает тренером в девятой спортшколе курорта, имеет коричневый кость под дзюдо, который ей лично вручил самый титулованный дзюдоист Европы, серебряный призер Олимпийских игр Александр Михайлин. До этого старта Анастасия стала чемпионкой международного турнира по пляжному самбо «Черное море», который проходил в Сочи. Также неоднократно становилась победителем и призером краевых, федеральных и всероссийских турниров по самбо. Вместе со своим тренером Анастасией Ячевская много времени посвящает развитию в Сочи адаптивного самбо и дзюдо, работая со слабовидящими и слабослышащими ребятами, а также с детьми с диагнозом ДЦП. Стоит отметить, что из четырех самбистов, представивших курорт на турнире, Ячевская стала единственной, кому покорился пьедестал. В Сочи открылся новый магазин «Эдисанс». Здесь одежда, обувь и аксессуары для всей семьи, отличного качества и по приемлемым ценам. Открылся магазин пару недель назад, но уже стал популярным. Находится он по адресу улица Конституции, 26А, на втором этаже. На площади в тысячу квадратных метров можно найти все, что украсит вас и сделает жизнь яркой и комфортной. Шесть отделов с колоссальным выбором юбок, платьев, туник, футболоков, джинсов, брюк, костюмов. Перечислить весь ассортимент невозможно. Одежда как для новорожденных, подростков, так и для солидных дам и мужчин. Большой размерный ряд. Широкий ассортимент пляжных и купальных принадлежностей. В магазине «Эдисанс» можно не только обновить гардероб, но и подобрать стильную, удобную и практичную обувь. Поставщики самые разные. Это и Россия, и Белоруссия, и дальние зарубежья. Это, например, Турция, Китай, Иран. Если сравнивать по ценам в городе, то у нас очень низкие приемлемые цены. Качество очень высокое, поэтому приобретая у нас одежду или обувь, люди остаются довольны и приходят к нам еще снова. И снова приводят соседей, родственников, друзей. Так что приходите к нам. Впереди школьная пора. «Эдисанс» предлагает огромный выбор соответствующей одежды и аксессуаров. Стильно и недорого здесь оденутся не только школьники, но и учителя. В наличии есть и демисезонка – пальто, куртки, толстовки, дождевики и богатый ассортимент соответствующей обуви. Есть даже специальная линейка для спортсменов и просто любителей активного образа жизни. В подборе одежды и обуви помогут опытные продавцы-консультанты. Есть и другие услуги. В нашем магазине также существует услуга нашей портнихи. То есть вы любую купленную вещь всегда можете подшить, под себя подогнать. И любую понравившуюся вещь можете отпарить у нас в магазине. Отдельного внимания требуют аксессуары. Сумки, портмоне, кошельки, портфели, чемоданы, рюкзаки, а также кож-галантерея, бижутерия и головные уборы. Изделия порадуют даже самых взыскательных покупателей. Большой выбор и домашнего текстиля, начиная от ночных сорочек до полотенец, пледов и комплектов постельного белья. В Эдисанс действительно стоит заглянуть каждой семье. Работает магазин с 10 часов утра до 8 вечера ежедневно. Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, Андрей Дердирян, телекомпания ФКТ. И в завершение информации от наших партнеров. Во всех филиалах стоматологической клиники Валет-Денталь весь август проходит акция имплантации и протезирования за один день. 17 тысяч рублей. Улица Чайковского, 3. Ну а все новости уже на нашем сайте. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Продолжение следует...